Всех приветствую! Вы на канале Школы вязания Наша пряжа. В сегодняшнем видео мы завяжем с вами вертикальный зигзаг спицами. И так вот такой узор со снятыми петлями. Ранее мы похожий узор зигзаг в горизонтальном направлении выполняли. Вот фотография. Так теперь у нас будут вертикальные вот такие дорожки. Использовать можно в миксе других узоров, также для вязания шапок. Вот такая у него изнаночная. Я даю две схемки, как вязать поворотными рядами, как вязать по кругу. Все вот эти схемки есть под этим видео. Ссылочка на них на моем сайте личном. Также там есть все абсолютно схемы, которые я даю вот здесь на канале. И текстовые описания на двух языках. Используйте этот момент. Так, значит, для вязания в самой схеме кратно 6 плюс 3, но фактически он может выполняться на любом количестве петель. Я так и наберу кратно 6 плюс 3, чтобы показать вам вот такой кусочек. Так, вверх тоже очень много повторов. То есть вот это, это два повтора, затем меняется направление и снова два повтора. То есть фактически здесь и запоминать нечего. Не смотрите, что схема какая-то, кажется, вам слишком сложная. На самом деле все здесь очень просто и очень легко. Так, значит, я набираю количество петель кратно 6 плюс 3 я так и наберу. 6 плюс 3 это 9 петель, плюс 2 кромки это 11 петель я наберу классическим способом набора. Также здесь важно провязать один дополнительный ряд с изнаночной стороны изнаночными петлями. То есть подготовительный ряд узора. Кромку снять и каждую петлю выполняем изнаночной петлей. Вот все изнаночными петлями я вяжу до конца ряда. Значит, в счет узора этот ряд не будет входить, но он нам нужен, чтобы красивее все было с лицевой стороны. Кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Значит, это был подготовительный ряд. Поворачиваем вязание. Так, теперь первый ряд у нас с лицевой стороны. Кромку снять. Я вяжу 1 лицевая. Затем перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Я без дополнительной спицы делаю перекрещение. Просто правую спицу спереди пропускаю первую петлю и ввожу во вторую петлю. 2 петли снимаю. Подхватываю первую. Смотрите, она получается у нас как будто за вязанием. И затем вторую тоже возвращаю обратно. Я поменяла 2 петельки местами. Теперь обе провязываю лицевыми. Вот. Получила перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо, где вторая петля перед вязанием. Вот эти 3 петли мы далее повторяем для вязания. 1 лицевая, перекрещение с уклоном вправо. Меняю местами, так что вторая перед вязанием и обе провязываю лицевыми. Снова лицевая, перекрещение вправо. Меняю местами, вернула обратно и обе провязываю лицевыми. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот это весь наш первый ряд. Поворачиваем вязание. Так, с изнаночной стороны второй ряд. Кромку снимаем. Вяжу 1 изнаночная петля. Затем нить перед вязанием, следующую петельку просто снимаю, не провязанной. И еще 1 изнаночная петля. Повторяем. Изнаночная, то есть есть 2 изнаночных подряд. Нить перед вязанием, снять петлю не провязанной. Изнаночная. Еще раз изнаночная. Нить перед вязанием, снять петлю, 1 изнаночная. Кромку в конце вяжу тоже изнаночной петлей. Вот так. Работу разворачиваем. Третий ряд у нас начинается сразу с перекрещения, а тогда уже одна лицевая. Значит, кромку снять. Правую спицу перед вязанием ввожу во вторую петлю. Две снимаю. Подхватить первую, вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. То есть перекрещение один на один с уклоном вправо. А тогда уже одна лицевая. Повторяем. Перекрещение с уклоном вправо. Меняю две петельки местами. Первая получается за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевые. Одна лицевая. Еще раз. Перекрещение вправо. Плюс одна лицевая. Кромку в конце вяжу изнаночной петлей. Значит, вот это у нас третий ряд. Сразу четвертый ряд с изнаночной стороны. Кромку снимаем. Теперь начинаем из двух изнаночных. Раз. Два. Нить перед вязанием снимаем петлю непровязанной. Снова две изнаночные петли. Нить перед вязанием снять петлю непровязанной. и так до конца ряда 2 изнаночных нить перед вязанием снять петлю кромку в конце вяжу изнаночной петлей готовый четвертый ряд поворачиваем вязание смотрите вот здесь у нас вот эта петелька то есть она уже будет просто провязываться лицевой а тогда лицевая и перекрещение и того пятый ряд кромку снять и начинаем из двух лицевых вот лицевая 1 и лицевая 2 а тогда выполняем перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо меняю петельки местами и провязываю лицевыми петлями тогда чередуем 1 лицевая перекрещение с уклоном вправо меняем петельки местами обе провязываем лицевыми в конце тоже у нас будут симметрия то есть 2 лицевые просто и кромку я вяжу изнаночной петлей вот такой у нас с вами пятый ряд с лицевой стороны поворачиваем вязание так с изнаночной стороны шестой ряд кромку снимаем нить перед вязанием первую петлю снимаем 2 следующих провязываем изнаночными петлями повторяем нить перед вязанием снять петлю 2 изнаночные нить перед вязанием снять петлю 2 изнаночные кромку тоже изнаночной петлей так провязано сейчас 6 рядов смотрите дальше следующий ряд будет 1 лицевая перекрещение то есть равняться первому ряду вот сейчас я на этом этапе первый шестой ряды я повторяю высоту еще один раз то есть у меня седьмой ряд это повтор с первого ряда кромку снять вот 1 лицевая перекрещивание с уклоном вправо меняю 2 петельки местами и провязываю обе лицевыми снова лицевая перекрестить значит я быстренько вот эти 6 рядов снова повторю это будет с 7 по 12 ряды а тогда мы с вами продолжим вот эту всю нашу схемку выполнять так кромку изнаночной вот повторила я первый ряд так вот 12 рядов сейчас провязано и прежде чем сделать вот этот разворот я вяжу еще 2 ряда то есть 1 и 2 ряды повторяю еще один раз 13 и 14 ряды будут вязаться снова как 1 и 2 ряды давайте их уже провяжем 13 ряд кромку снять 1 лицевая перекрещивание с уклоном вправо меняю 2 петельки местами и провязываю обе лицевыми последние 3 петли чередую до конца ряда лицевая и перекрещение вправо 2 лицевая перекрещение вправо 3 кромку в конце вяжем изнаночной петли 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 вяжем из Начиная с 15 ряда, все вот это направляется в другую сторону. То есть, если до этого было перекрещивание с уклоном вправо, то теперь будет перекрещение с уклоном влево. Кромку снимаем. Вяжу 1 лицевая. Перекрещивание с уклоном влево. Смотрите, чем отличается. Снова мы первую петлю пропускаем и правую спицу уже за работой вводим во вторую петлю. 2 снимаем. Подхватываем первую. Если раньше первая была за вязанием, теперь видите, она перед вязанием. А вторая наоборот получается за вязанием. Поменяли их местами и обе провязываются у нас лицевыми. Вот это перекрещение, видите, ушло в ту сторону с уклоном влево. Повторяем. 1 лицевая. Пропустить петлю. За работой правую спицу ввожу во вторую петлю. 2 снимаем. Подхватываю первую. Вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. Есть. И еще раз. Лицевая. Перекрещение. За вязанием правую спицу ввожу во вторую петлю. 2 снимаю. Вернуть первую. Вернуть вторую. Обе провязываю лицевыми. И кромку вяжу изнаночной петлей. Вот такой у нас был 15 ряд. Работу разворачиваем. Шестнадцатый ряд на изнанке. Кромку снять. Затем раппорт рисунка. Нить перед вязанием снимаю петлю непровязанной. 2 изнаночные. Повторяем. Нить перед вязанием снять петлю. 2 изнаночные. И так до конца ряда. Снять петлю нить перед вязанием. И 2 изнаночные. В конце кромку вяжем изнаночной петлей. Разворачиваемся. Так. Семнадцатый ряд. С лицевой стороны. Кромку снять. И в начале, видите, у нас будет 2 лицевые петли. Лицевая 1. Лицевая 2. Затем перекрещивание с уклоном влево. Завязание правой спицы ввела во вторую петлю. Поменяла петельки местами. И провязала лицевыми. Так. Повтор у нас будет 1 лицевая. И перекрещение с уклоном влево. Вот так. В конце 2 лицевые. Все симметрично заканчивается. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот такой у нас 17 ряд. Так. С изнаночной стороны. 18 ряд. Кромку снимаем. Вяжу 2 изнаночные. Затем нить перед вязанием снимаю петлю непровязанной. Повторяем. 2 изнаночные. Нить перед вязанием снять петлю. 2 изнаночные. Нить перед вязанием снять петлю. Кромку вяжу изнаночной петлей. Есть 18 ряд. Работу разворачиваем. Так, 19 ряд. Кромку снять. Начинаю с перекрещения с уклоном влево. Завязанием правую спицу ввожу во вторую петельку. Две снимаем. Подхватить первую, вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. А затем одна лицевая. Значит, так я повторяю. Перекрещивание с уклоном влево. Меняю местами, провязываю лицевыми. Плюс одна лицевая. Еще раз. Перекрещивание с уклоном влево. Есть. Плюс одна лицевая. Кромку вяжу изнаночной петлей. Это у нас 19 ряд. Работу разворачиваем. Так, 20 ряд. Кромку снять. Вяжу одна изнаночная. Нить перед вязанием. Снять петлю непровязанной. Одна изнаночная. Повторяем. Изнаночная. Снять петлю. Изнаночная. Изнаночная. Снять петлю. Изнаночная. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, значит, 20 рядов провязала. Смотрите, последние 6 рядов. С 15 по 20 ряды. Я должна повторить еще один раз в высоту. Так же, как здесь повторяла. То есть, помните, как был 15 ряд. Кромку снять. Одна лицевая с одной петли начиналась. А тогда перекрещение. Значит, я быстренько повторю вот эти 6 рядов. И еще один раз в высоту. Сейчас у меня провязано 26 рядов. То есть, я повторила вот эти последние 6 рядов еще один раз. И теперь, прежде чем снова повернуть в эту сторону, я должна повторить вот эти 15 и 16 ряды еще один раз. Значит, это 27 ряд. Вяжется как 15. Кромку снять. Одна лицевая. Перекрещивание с уклоном влево. Поменяла петли местами. Провязала лицевыми. Повторяем. Лицевая. Перекрещивание с уклоном влево. Еще раз. Лицевая. Перекрещивание с уклоном влево. Кромку изнаночной петлей. Так, работу разворачиваем. И 28 ряд с изнаночной стороны. Кромку снять. Нить перед вязанием снимаем петлю. Две изнаночные. Повторяем. Снять петлю перед вязанием. Две изнаночные. И так до конца ряда. В конце кромку выполняю изнаночной петлей. Все. Провязано 28 рядов. Вот эти 28 рядов. Это весь наш вертикальный раппорт рисунка. Дальше мы начинаем с первого ряда, где у нас перекрещение уходило с уклоном вправо. Давайте еще раз его провяжем. Кромку снять. У нас был первый ряд. Одна лицевая. Перекрещение с уклоном вправо. Меняю две петельки местами. Так, что вторая перед вязанием. И обе провязываю лицевыми. Повторяем. Лицевая. Правую спицу снова спереди. Я ввожу во вторую петлю. Меняю петельки местами. И обе провязываю лицевыми. То есть перекрещение, видите, ушло вправо. И еще раз. Лицевая. Перекрещение с уклоном вправо. В конце у нас кромка выполняется изнаночной петлей. Вот. Видите, пошло направление с уклоном вправо. Вот здесь более видно. Так. Зигзаг на основе на лицевой глади. Видите, имеет некоторую скручиванность. То есть желательной планки со всех сторон. Вот внизу. Видите, небольшая скручиванность, но она есть. Это, чтобы вы понимали, почему я ставлю обычно в таких узорах внизу спицу. Просто, чтобы показывать было вот это все легче. Всем большое спасибо. Это был канал Школы Вязания Наша Пряжа. С вами была Катерина Моршин. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!